ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пятом матче, когда я был в Москве Вот сейчас мне на самом деле вроде как бы повеселее ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Я, как всегда, стою у бортика и буду сейчас вот прям вот бок о бок снимать третий матч финала ЦСКА Магнитка. Я соскучился по классному хоккею. Сейчас был очень классный момент у ЦСКА и пока что мне кажется, что в этом первом периоде ЦСКА был чуть ближе к голу. Остается 4 минуты до конца первого периода. А вот эти последние 2 минуты, это было прям просто мясо. Классное мясо на самом деле. То, как и должен выглядеть финал Кубка Гагарина. ЦСКА всегда будет первым. А ты за ЦСКА болеешь? Я воспитанник ЦСКА. Да, ты не знал? А он поставил на магнитку, я выдумал. Хитрый еврейский магнит. Ничего, что я тебя приобнял так в бомбайне? А то все... А, нет, так не очень. Ну, типа блогеры, семья, хоккей, вот это все. Как тебе хоккей, первый период? Шикарный хоккей. Борьба идет на каждом участке поля. Это все. Великолепная игра вратарей. Я в первую очередь обращаю внимание на это. Желаю удачи, самое главное, удачи Ивану Федотову, потому что я прекрасно знаю, любой какой-то неосторожный отскок, подставление и все. Счет уже не в твою пользу, начинаешь нервничать, переживать. А за тобой команда, за тобой Москва, за тобой болельщики. Самые лучшие болельщики великого центрального спортивного клуба армии ЦСКА Москва. Я знал, что они все из секты, короче. Да, да, у них фляга уже с детства потекла. Они все зомбированные ЦСКовцы вообще полностью. Те как хоккей, в целом финал. Осталось только мордобой увидеть и все пока. Они друг друга вообще не щадят. Ну, по супер розыгрышам, но это финал. Тут не бывает какой-то супер красивой игры. Это больше как будто голов, до удалений и все. По кайф, кайф, кайф. Ты из-за кого больше? Красивый хоккей, ребята. Всегда. Ну, магнитик-то покрасивее. С точки зрения какой-то тренерской истории, мне хочется, чтобы Федоров выиграл. А Воробьев уже доказал, уже магет и все это. Но пока мне больше нравится магнитик именно поиграть. Второй периоде идет обоюду острая игра. Моменты есть и у ЦСКА, и у магнитки. Но счет по-прежнему 1-0 в пользу магнитогорска, ребята. И немножко статистики, которая, возможно, кому-то понравится. Но для меня она, наконец, забавная. И в этом сезоне в плей-офф я был на трех выездных матчах Металурга. И Металург все три раза победил. Это было два раза в Балашике против Авангарда и один раз в Челябинске против Трактора. Атмосфера здесь хорошая. Я рядом с фан-сектором болельщиков ЦСКА. И они очень неплохо болеют. В целом, если вы знаете, то, что болельщики ЦСКА в свое время бойкотировали матчи из-за Исмантовича, но в плей-офф пришли болеть за команду, потому что в сезоне я видел, что там были школьники. Вот, это на самом деле круто, то, что они поддерживают команду. Понятно, что там большинство болельщиков, скорее всего, из футбола, но поддержать команду в финале, ну, как бы святое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Магнитка как-то острее выглядит в этой первой половине игры. Субтитры создавал DimaTorzok Игра очень хорошая, игра очень достойная, и борьба, накал и стычки, все-все в этой игре присутствует. Правда, пока ноль голов присутствует у ЦСКА, вот, я надеюсь, что они забьют и добавят интригу в этот матч. Ну, какой же Кошечкин, просто невероятный. Сейчас был опаснейший момент у ЦСКА, и Кошечкин вообще не дрогнул просто. Ну что, друзья, третий период закончился, счет 2-0, пользу Магнитке. Третий период ЦСКА начнет в меньшинстве. Да, так себе заявочка, на самом деле, чтобы хотя бы одну шайбу забросить. Там шайбы рядом не было, Лайпсик разогнался, средняя пролетела, не заметил Лайпсик. А вот здесь по тормозам Лайпсик, Яковлев рядом с ним, разыграл защитником. Яковлев бросает, и Яковлев три вместе с Металлоргом. Пока я здесь немножко отдыхал уже, Магнитка забросила две шайбы, и счет 4-0 в пользу Металлорга, ребята. Смотрим дальше, еще 15 минут третьего периода. От ЦСКА атакует Василия Кошечкина, ну и Вася просто стена, Вася просто стена. Встретил Андрея Васильевича Николичева, и он сказал, ну, я говорю, ну что с ЦСКА, да ничего, половина состава не хотят играть. Я вот на самом деле, жаль, он торопился, убежал, вот, но сказал вот такую образу, не хотят, ну, состава играть. Ай-яй-яй, 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 сейчас могло быть очень-очень-очень больно. 0,5 это больно, ребята. Ну что, ребята, вот так вот 4-0, закончился третий матч серии Пенала Кубка Гагарина 2022 года, но я надеюсь, что воскресенье будет еще жарче. Всем привет, я думаю, вы знаете эту прекрасную, замечательную девушку Натальи Кларк, которая поразительно давно не появлялась на канале «Все хоккей», и вот она свел финал Кубка Гагарина. Как тебе этот финал в этом году? Честно? Честно, конечно. Вообще, в первый раз, наверное, за последнее время, я одинаково хорошо отношусь к двум командам. Ну вот всегда все равно подсознательно есть, вот где-то больше знакомых играет, где-то меньше. А весь этот первый раз, я прям, ну... Разрываешься немножко. Не то, что разрываешься, наоборот, понимаешь, что кто-то, ну, должен выиграть, кто-то проиграть. Угу. И я обоим желаю, как бы, успеха. Какой Федоров, а именно тренер на скамейке? Вот мы про Илю Петровича все видим, он экспрессивный, энергичный. А вот Федоров, как он? Бля, он может сказать, может сказать, блядь. Ну, это слабенько. Ну, нет, на ниже он не опускается, никогда нет. Он только может сказать слово блядь, и то, я думаю, что это такое, ну, произвольное, реплекторное где-то что-то. Он достаточно четко все объясняет. Вот я помню, там, первый матч, он четко говорил, так, Лайпсик на льду, у Лайпсика не должно быть шайбы. То есть он, ну, он все прекрасно понимает, и он игрокам это доносит. Самое главное, что, говорю, он не впадает, вот не получается даже, я наблюдала, они проигрывали 0-4, он не впадает, там, знаешь, вот, я говорю, вспоминаю, там, квадратов, он бы там уже обчесался, там уже бы это самое, опил себе в воду, там, еще что-то. А Федоров нет, он как бы, он уже все, он уже ушел в себя, он уже думает, ну, как бы, он уже думает, ну, блин, мы не забиваем, почему мы не забиваем, надо забивать, а мы не забиваем. Мне кажется, что сейчас проблема ЦСКА, что нет вот такого, понимаешь, ну, вот вожака. А, ты про лидера, да? Да, того самого вожака. Спасибо, Наталья Клажевна, большое. Удачи вам, и я надеюсь, что этот финал нам всем понравится. И, конечно, пусть он будет максимально долго. Да, 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 согласен. Потому что с хоккеем у нас в этом сезоне будет немножко. Да, грустнее. Скромнее. Скромнее. Спасибо, Наталья. Да, пока. Четвертый матч. Второй в Москве. И сразу чувствуется уже немножко другая атмосфера. Она попоявительна. Болельщиков, я думаю, вам слышно. Они начинают, кстати, неплохо сразу заряжать с первых минут. У ЦСКА Федотов остался воротом. Обсуждалось, что могли поменять на Рейденборна, потому что в третьей игре где-то в конце его поменяли. Смотрим четвертый матч. ЦСКА сейчас атакуют очень опасно. И первые 10 минут ЦСКА намного острее, намного быстрее и намного злее, пока магнитки. На самом деле реально кричит, поддерживает весь стадион. Неплохое мясо, да, ребятки, получается? Вася, Кошечкин, это просто, я не знаю, реально все, пока все ловит то, что в него влетит. 30 секунд до конца первого периода уже, в принципе, можно подключить итоги. ЦСКА реально весь период давил, бросал, пытался что-то сделать, но Вася, Вася пока все потащил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, пожалуйста, мы два самые молодые с Магнитогорска. Все хорошо, все нормально у всего поколения магнитогорских болельщиков. И мы говорим, а, мы выиграем, б, мы обязательно будем первыми. Когда мы выиграем, а? Да, сколько всего матчей будет? Семь. Семь, да? Вы хотите, чтобы я на седьмой матч приехал, да? Нет, нет, нет. А вы приедете? Вот я очень хочу, но не знаю, на какой. Все все знают. В этот период тяжелый, нужно, чтобы было все матчи. И понятно, что армия должна победить. Ну так, все для Советской Армии. А встретил Андрея Викторовича Маркова. Можно или получится? Да и просто. Просто точно. По прошлой игре были? Нет. Ожидали, что вот 4-0 будет? Ну, это, наверное, неожиданно, да, потому что слишком много. Исторически мало допускает, но это хоккей, и все может быть. Ну, надеюсь, серия затягивается до семи матчей. Обычно в сериях есть какие-то ключевые матчи, и эксперты, наверное, говорят, что это, возможно, четвертый матч. Всегда говорят, самый, да, трудно считать это последний. Были много серий, которые оказались с 3-1, да. Посмотрим, какие интересные. Ё-моё. Ну давай. Я думал, что Камилю встречу подменяет её Евгений. Да, все так. А я подменяю, я сегодня за металлург, у меня даже, посмотрите, за рипом. Я в идеале хочу, чтобы было 7 матчей, чтобы это было просто очень красиво, очень вкусно и очень интересно. Но чтобы было хоть что-то показывать на Матч ТВ у нас. Да, есть такое. Ну нет, на самом деле, я думаю, 6 матчей. Я просто не пытаюсь иллюзии. Если сегодня зацепится магнитка, то всё, никаких шансов у ЦСКА. Если даже сегодня будет 2-2 в серии. Как-то, знаешь, она кажется как-то цельнее, качественнее, без таких вещей, про которые мы что говорили. Когда мы удивляемся, какого чёрта делает Фёдоро в финале, с магниткой таких вопросов нет. А у ЦСКА есть такие вопросы. Насколько сильно ты расстроился, что Акбарс не проиграл? Не проиграл или проиграл? Проиграл, да. Ну нет, на самом деле, это опять горе. Второй год подряд. Сейчас будет очень мудрая фраза просто. Вкусившую победу раз, потом будешь грустить. Вот такая цитата должна быть. Нет, на самом деле, просто я говорю, я познал, что такое победа в Кубке Гагарина. Насколько это круто, эмоционально. Со знарком Акбарс взбодрится. Я думаю, выиграет Кубок Гагарина. Я просто уверен, тем более он услышал сам. Воинов, Щипачев, скорее всего. Думаю, да. Я уверен, прям сто процентов. Радулов, Знарок. Ммм, вкуснятина будет в следующем году в Казани. Падает нападающий Металурга. Шайба остается у Магнитогорцев. И это гол. Артем Земчонок мощно заряжает в дальний угол. 1-0. Гости выходят вперед. Евгений Евневич виноват в том, что я не записал этот гол. Магнитка открыла счет 1-0. Как я сказал, да, кто выиграет второй период, кто, возможно, первый забьет, тот и выиграет этот матч. Посмотрим, что же, прогнозы сбываются или нет. 1-0. 2-0. 2-0. 3-0. 7-0. Горида, не днем. 5-0. 4-0. 5-0. 6-0. 7-0. 1-0. 2-0. Этот замес после опасного момента решили Лайпсику немного втащить, потому что он, кажется, против Едотова играл. Сейчас клюшка чуть-чуть, там попытался шайбу. Сынская где-то, наверное, последние 5 минут или, может быть, чуть меньше закрыл магнитку в своей зоне. Очень много пытается атаковать. Даже пушка Нестерова пока летит в Асю. 1-0. Магнитка вперед после второго периода. Чуваки, я буду вот так вот, короче, коментить. Остается меньше минуты до конца этого матча. И последние 2-3 минуты ЦСКА просто пытается уже хоть как-то забросить. Моменты есть, моменты есть, опасно, но реально шайба, шайба никак вообще не хочет идти в ворота. Все, друзья, это победа магнитки. Болельщикам я просто респектую за сегодняшний матч. Что болельщики ЦСКА, что болельщики магнитки сегодня активно поддерживали свои команды. Серия переезжает магнитку. Счет серии 3-1. Вау, какая игра. Горжусь своими ребятами, что 5 минут до второго периода на нас накладывали смены. Мы выстояли, потом 3-й, теперь это где-то прошло, в том же духе ребята пластались. Вася здорово сыграл. Готовимся к следующей игре. Мы выполнили определенную установку на игру. На мой взгляд, мы сделали определенный шаг. Но это не вывенчалось взятием ворот. Поэтому побуду оптимистом и, в принципе, мы готовимся к следующему матчу. Какие эмоции? Кайф, конечно, выиграть на выезде. Это очень тяжелый матч. Другой каток, намного меньше канадской площадки. Тяжело было, они бегут, бьют, поэтому... Самый ключевой момент встречи и самый тяжелый момент встречи сегодня? Наверное, когда нас зажали в зоне 6 минут, я там жаброй, мне кажется, дышал, поэтому... Ты тоже был на льду? Да, я успел потом поменяться. Но ребята, мне кажется, там защитники минут 6 играли. Тоже быстро или лучше? Ждем голов отсюда? Главное, чтобы команда выиграла. Наличь и результат все равно. Очень рад. Спасибо, Коля. Как это маме смотреть, как играет сын в финале Кубка Кагао? Очень волнуются. Очень. Сколько лет Коля играет, уже можно, по идее, привыкнуть, что такое хоккей? Нет, не могу. Каждый матч как вот все на нервах. Я переживаю, конечно. Удается поспать? Во время матча? Нет. Шереметьево, Москва. 11 вечера. И я собираюсь лететь, друзья, в Магнитогорск на пятый матч. Металлург-ЦСК, ребята. Этот матч, который может стать решающим. Этот матч, где может быть вручен Кубок Гагарина. Ух, ну что, ребята, я уже волнуюсь и предвкушаю эту просто огненную игру. Магнитогорск, площадь у арены, я здесь. Время остается полтора часа до начала матча. Все зависит от тренировского штаба. От атмосферы, да, от коллектива в целом. Да, да, атмосфера, вот это все, как говорится. А ребята, я говорю еще раз повторюсь, они как солдаты, им сказали вот это. Они это и будут делать. То есть эмоции, это на задний план все вот это. Главное дисциплина и вперед все. А, то есть Воробьев посильнее Федорова? Ну, мое мнение, на 99%. Мы за Металлург. Почему? ЦСКА, конечно, хорошая команда, но мы хотели бы победу Металлурга. Ну, потому что они ближе, да? Они уральцы. Они уральцы. У меня жесткий прогноз есть. Первый овертайм, победа Магнитки и Голдобин 3 очка. Ха, болельщик ЦСКА. Ну, привет. Ну, привет. Ну, как дела? Все хорошо. Хорошо, едем домой, берем, ровняем счет серии и обратно. И обратно. Субтитры сделал DimaTorzok Первый период остается до конца 6 минут. Счет пока 0-0. Тут со мной рядом главный эксперт сегодняшнего матча Дмитрий Дятов сказал, что ЦСКА пока по опаснее выглядит. Да, Дим? Однозначно, однозначно. Вот. Я не могу не верить этому прекрасному человеку. Смотри, момент. Да, Блотиков. Оп. Оп. Хорош. Хорош. Кошечки на 5. Кошечки на 5 все сделают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, что-то пока пожарит. Пока пожарит. Пока пожарит, как Магнитка. Наверное, все-таки они сегодня немножко волнуются, потому что решающий матч. А как всегда, самый сложный шаг это последний. Василий Кошечкин стал рекордсменом. Рекордсменом финала в Кубке Гагарна по сухим матчам. Вот так вот. Он уже 2,5 матча не пропускает. А это больше Сорокина в 2019 году. И больше Шимона Грубеца в прошлом году. Первый период завершен. Счет 0-0. Пока тревожно, конечно, по первому периоду. Но я думаю, сейчас Илья Петрович Воробьев скажет нужные слова и сделает какие-то выводы. Вот так уж смотрим и ждем второй период. Я вашу банду очень рад видеть, потому что я вас снимал в 2016 году, когда вы приезжали в Москву кататься на матче СССР. Сколько вам лет? Молодой. Молодой. 26 кубик. 26 кубик. Нормально сейчас. Математику мне тут подкинули. Так что вот эта замечательная, прекрасная пара не пропускает фактически нас ни одного. Ни одного. Ни одного. Ни одного, даже повид ни одного не пропускает. Ни выездами до Москвы. Один раз я деду в больницу положил, и он сбежал в больницу, и в Умсе поехал. Ни хрена себе делать. А дальше? Просто, просто по красоте, просто по красоте. Я думаю, вы видите, какая шаришка во втором периоде. Магнитка не реализовала большинство, хотя моменты были, были шайбы, где-то все рядом, все рядом скачет на пятачке. Но Федотов, Федотов сегодня пока стоит очень уверенно и очень неплохо. Я вообще сто лет не был на финале на стадионе, не в Москве или не в области. И тут фантастика, конечно. Стучат, кричат все. Там, мне кажется, что некоторые стоят, некоторые стоят в фойе. Я еще видел людей на улице, мне кажется, они просто пришли как бы вот рядом, чтобы находиться. На первой игре я здесь когда стоял, это было прям круто. Такое запутанное, может, итогное ощущение. Но я хочу, чтобы еще продолжалась эта серия дальше. Поэтому 0-0 пока. Я бы хотел, чтобы ты искал, чтобы ты что-нибудь забил, и мы приближались к игре номер 6. Вот так вот ЦСКА, ребята, забрасывают первую шайбу в матче. Болеем за уральский хоккей сегодня. Да, да, да. Магнитка вперед. Да, получается в этом году магнитка центр хоккейной вселенной. Да, будем болеть, поддерживать. Я думаю, что не все потеряно, еще все шансы есть. Поэтому третий период будет наш. Магнитка сравняла счет. В этом матче счет 1-1, ребята. Я уже говорил, что третий период будет решающий. Счет 2-1. Это просто тут атмосфера. Я в шоке, ребят. Я в шоке. В третьем периоде магнитка сразу вылетела снаряжение. ЦСКА была не готова к такому натиску магнитогорцев, ребята. Фантастика. Фантастический матч. Дело идет к овертайму. Это на самом деле очень прикольно. Победить сегодня магнитки в овертайме, это просто был бы... Ну, я считаю, я считаю фантастическое, как это, история, финал и так далее. Я доволен. Я доволен. Как бы ни закончился этот овертайм, я доволен. Вот. Дима Тятлов тоже очень доволен. Хотя, конечно же, нет. Надеюсь, что это недолгий будет овертайм. Смотрим, как закончится этот матч. Вы-то уже знаете, а я еще нет. АПЛОДИСМЕНТЫ На пастнейший момент у магнитки середина первого периода, первого овертайма. Нервы, 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 ребята. Удаление УСК, магнитка в большинстве, 10 минут до конца первого периода в овертайме Не знаю, как так быстро пролетело тропное время, 2 минуты Для меня пролетело, не знаю, секунд 40 Ребята, зашкаливаете монстры, зашкаливаю Николай ковно он хотел На пятачок В овертайме победу одержал ЦСКА Ждем 6 матч и едем обратно в Москву Иван Трегубов, канал Все Хоккей Подписывайтесь, ребята, если вы еще не подписаны, обязательно И пишите комментарии, конечно, выпуск еще не заканчивается ЦСКА вернул эту серию обратно в Москву И остается сегодня вопрос Вернут ли они эту серию обратно в Магнитогор? Это 6 матч финала Кубка Гагарина ЦСКА Мета Алур В этот день, год назад, 28 апреля, Максим Гончаров стал обладателем Кубка Гагарина Я с парадом пришел Да, видите, сразу услышали имя Максим Гончаров И сразу включил Красавец Я Шкуку Гагаринюс У меня весь год был Ты уже говорил, что сегодня Магнитке будет полегче Но все-таки кто победит? Я сегодня переменил свое мнение Я сегодня ЦСКА И, как помнишь, мой первый прогноз Это 7 матчей Да 7 матчей Ты хочешь меня опять в Магнитогорск отправить? Да, там кайф Кайф Но я устал Я думаю, он для болельщиков с 7 матчей Нет, это да Я, в принципе, всегда топлю за 7 Денис Вернов в прошлом году с Авангардом Все в этом году Это вообще офигенно Ну что, ЦСКА открыл счет в этом матче В четвертой минуте первого периода Владислав Хаменев забросил эту шайбу В первой минуте я хотел сказать, что как-то команды очень осторожно подошли к старту игры Никто никуда не торопился Как-то спокойно, без высокого темпа играли Сейчас как-то кажется, что Магнитке сейчас тяжеловато Просто сумасшедший момент у Магнитки Шайба в домик пролетела у Федотова, но не заскочила ворота Там совсем чуть-чуть просто В первом периоде у Магнитки много браков передачи Очень много теряют шайбу и пас отдают просто ЦСКА Сейчас было большинство у ЦСКА, и Михаил Григоренко его замечательно реализовал Вот так вот, 2-0 в первом периоде Вот такая вот заявочка Жирненькая на седьмой матч Сейчас было еще одно большинство Металлурга И у них пока в этом периоде вообще мало что получается Шайбы рядом-рядом скачут, но не заходят Был момент, где Иван Федотов эту шайбу даже не видел И она чуть-чуть, вот прям, я не знаю, какие-то доли сантиметров И могла оказаться в сетке ворот Я иду из пресс-центра Уже большинство журналистов обсуждают билеты в Магнитогорск И прикол в том, что как бы нужного рейса билетов на эти рейсы уже нет И все обсуждают, как будут добираться Но это я к тому, что уже большинство журналистов похоронило Магнитку в этом матче Я не знаю, что сегодня с Металлургом Они реально совершенно не такие, как были в третьей и четвертой игре А ЦСКА стоит дать должное ребятам Ну реально, красавцы У Металлурга уже, кажется, было три большинства И ни одну из них они не реализовали Я думаю, говорит это уже о многом Две минуты до конца второго периода И если не забрасывать Сейчас хотя бы я в раздевалку одну шайбу В третьем периоде Магнитке будет очень-очень тяжело Отыграть этот гандюкап Два-один Тридцать восемь секунд до конца второго периода Интрига жива в этом матче Слетел шлем, надо меняться Он показывает, что ему прилетело Никто не обращает внимания на него Только сейчас остановлена игра Но, по-моему, не было решения у судьи Чтобы однозначно удаление Дальбек на льду без шлема Слушай, вообще в голову Карри попал Только что у Металурга удаление 5 плюс 20 до конца игры Сейчас Магнитка будет играть 5 минут в меньшинстве И получается, что это самый важный момент этой игры Магнитка просто героически выстояла эти 5 минут меньшинства Остается 2 минуты до конца третьего периода Остается секунда и пошла потанцовка Это серия подарила болельщикам 7 матчей Это круто, на самом деле это круто Потому что такие финалы должны быть Интрига просто бешеная Кто победит, совершенно непонятно Магнитка вела в серии 3-1 А теперь счет в серии 3-3 Иван Трегубов Канал Все Хоккей Подписывайтесь Мы летим в Магнитогорск Смотреть седьмой матч Этой замечательной, прекрасной серии Ну что, вот я снова в Магнитогорске Эта серия, этот финал Подарила нам 7 матчей Последний раз такое было в 2016 году И тоже встречались Тоже встречались ЦСКА ЦСКА и Металург Но седьмой матч был в Москве В этом году матч в Магнитогорске И еще вот человек пришел здесь на дискотеку О, привет! Все Хоккей! Все Хоккей, друзья! Здорово! Как вы? Мы в Магнитке, Ваня На сельскую дискотеку На сельскую дискотеку Не надо так говорить Магнитогорск Шедевральный город Я просто заехал Уже понял атмосферу Того, как здесь люди переживают И болеют за хоккей Я невероятно хотел здесь оказаться И впервые за этот сезон Я оказываюсь на матче ККЛ Сразу финал И сразу седьмой матч Вот эти замечательные красавицы Очень жаждали седьмой матч И кажется их кто-то услышит Да! Хоккейные боги Мы приехали в Магнитогорск Из Москвы Через Уфу Седьмая игра Это очень интересная игра Кто бы не победил Конечно, хотелось бы ЦСКА Но это в любом случае Интересный хоккей очень На седьмой матч Сюда прилететь было невероятно сложно Билетов не было Прилетели только нормальные хоккеисты На чартере В основном болельщики Журналисты Добирались окольными путями Я добирался через Челябинск Сначала в Челябинск И потом с женами хоккеистов Меня подхватили Мажор, мажор С женами хоккеистов ездят Я думаю, ты не будешь говорить Чьи это были жены Да, да Я пока не буду говорить Вот, но спасибо им большое Что они меня Взяли себе на борт Да, мы доехали Все было ништяк Но Вова добирался На седьмой матч Через Из Волгограда В Питер Из Питера В Челябинск Из Челябинска На машине Уже сюда В Магнитогорск Потому что, друзья По-другому было просто невозможно прилететь Лютый И, естественно Это стоит сумасшедших денег Есть отдельные люди Которым я благодарен За то, что они помогли это сделать Но это потом попозже Я у себя на канале расскажу Кто и что Вот, а самое главное Что обратно Нам такой же путь придется делать И, друзья Это все ради вас Чтобы показать вам Контент на канале Все хоккей На канале Вабонгеймс Вы все это увидите Чью победу сегодня отмечаем Ну смотри Я рассказывал тебе уже Что у меня на канале В прогнозе Победила Магнитка Но только в шести играх А я ни разу За весь плей-офф не ошибся Все проходы у меня прошли Но Сейчас может быть первая ошибка Ну, как бы я даже не верил в то Что безошибочно можно пройти Матч будет сложный Потому что психологически Конечно, после двух поражений Магнитогорск будет тяжело Но свои болельщики Тут поддержка Просто Поддержка Лютая была на пятом матче И здесь будет сейчас еще круче Поэтому Конечно, друзья Давайте следить за хоккеем Болеть за своих А мы с вами будем наслаждаться Я думаю, всем этим Я думаю, да Мы в любом случае кайфанем Да, мы в любом случае кайфанем Я поздравляю всех болельщиков с этим великолепным сезоном И давайте уже Смотреть хоккей Очень понравился оркестр Это что-то невероятное Я ни на одной арене такого не видел У авангарда барабанщик там У ЦСКА постоянно военный оркестр У ЦСКА военный оркестр Ну хорошо, но вот почему-то Сейчас вот этот запал Прям вот запал Прям понравился В прошлом матче его не было? Да, да, да Было другим музыкантом Очень прикольно Так, арена Ты уже зашел на трибуны? Да, конечно Ты что, арена вообще огонь Ну Вань, ты знаешь У меня всегда детские эмоции по этому поводу Я всегда кайфую от того, что я захожу на какой-то спортивный объект Это вообще лучшее, что может быть Поэтому я от этого получаю громадное удовольствие Первые минуты уже прошли, счет пока 0-0 Смотрим этот просто напряженный, бескомпромиссный и яркий хоккей Я надеюсь, мы сегодня все это увидим ЦСКА открывает счет в этом матче И счет 1-0 Сегодня играет Александр Попов А если Александр Попов играет, он забивает 2-0 ЦСКА ведет Магнитка в нокауте находится Как я уже до этого сказал К сожалению, магнитка находится не в кондициях, особенно психологических Ну какой же сейчас был просто 100% магнит Когда они могли просто сравнивать, если я ошибаюсь, Коробкин вбил в упор, в упор прямо Федотову, но, к сожалению, никуда-то не в угол, а прямо в тело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, какой браздер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Макитки было большинство, и они снова его телевизовали. Как было и в пятом матче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, бур! Давай, бур! Давай, бур! О, это было хорошо сейчас. Это прикольное. Давай, давай, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что сейчас самый решающий момент этой игры. Если медаллы не забивают, они уходят на третий период при счете 3-0. И отыграть от такого ЦСКА, такой ганди-кап в Крисшабе, это мне нереально практически. Так что смотрим, смотрим, посмотрим, как Магнитка будет реализовывать очередное большинство в этом матче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магнитка то большинство не реализовала, но последовало следующее. И они смогли, смогли где-то за 6 секунд до конца второго периода забросить шайбу и счет 3-1. Это дает надежду на то, что Магнитка может выправить ситуацию в решающем матче финалом. Смотрим, будет очень интересно. Третий период обещает быть очень-очень жарким. Вы знаете этого человека. А если не знаете, его зовут Артем Башко. Он лучше всех разбирается в сегодняшнем матче. Он сейчас скажет, что нужно сделать, чтобы вручили нам с Артемом кубок. Закончится в третьем периоде побыстрее, и у нас будет больше времени на празднование. Вот, все. Экспертное мнение от Артема Башко. Что нас ждет в третий период? Я думаю, что нас ждет примерно такая же игра, как и во втором отрезке. С той лишь разницей, что в Магнитке будет гораздо сложнее атаковать. Потому что во втором периоде есть своя особенность. Это ближняя скамейка в зоне атаки. И Магнитогорд, в принципе, по ходу сезона и по ходу этого розыгрыша плей-офф это здорово использовали. В третьем периоде такой возможности не будет, что позволит ЦСКА аккуратно выводить шайбу из своей зоны, как в первом периоде при счете 2-0, играть короткими сменами и продолжать терпеть. То есть, если армейцы исключат удаление, продолжат играть так же четко, как в первом периоде, то я думаю, что шансов у Магнитки будет на самом деле не так много. Потому что первый период, на мой взгляд, с точки зрения построения игры в обороне, в средней зоне, в зоне своей, ЦСКА провел на высочайшем уровне. Магнитка сняла брутарям. Василий Кошечкин уехал на лавку. 6 на 5. Металлур кидет на банк. Не рано ли? Котят без шайбы, не рано. ЦСКА обладатель Кубка Гагарина. Они перевернули всю серию. 1-3. Сергей Федоров. Его дебют как главный. И вот такой главный. Удивительная серия. Фантастическая победа. И потрясающие эмоции всех болельщиков ЦСКА. Игроков клуба. Это Кубок Гагарина ЦСКА. Вот он в руках этих могучих игроков. Сергей Андронов, Никита Нестеров. Они победители. Они чемпионы. Это Кубок Гагарина ЦСКА. Завид갈. Игроком. Космой. Горька. 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 Спасибо, спасибо, спасибо. Так, так, это просто объясни. Это невероятно. 3-1, вытащить такую сложнейшую серию. Ну, я думаю, мы 9 подряд выиграли. Чего мы не смогли бы 3 выиграть? Получилось. Вот и все. А ты переходил из СКА, тебя обвиняли. Какие были на тот момент эмоции? И, ну, получается, не зря. Вообще не зря. Эмоции, я думаю, только положительные были. И здесь я наконец-то заиграл. И наконец-то выиграл. Фантастик. Более чем приятно с 1-3 показать характер и выйти дальше. А какой момент переломный, какой назовешь? Я не знаю, мы сюда приехали, была тяжелая игра. Отыгрались, вытянули овертайм. Я думаю, после этого просто магнитка чуть подустала, наверное, и чуть-чуть... Потерял, наверное, этот ритм, который, блядь, давал им спокойствие. А мы, наоборот, шагнули вперед, и нам стало проще и легче. Ну, все, все, достаточно, можно идти пить, я думаю. Ну, что, какие планы? Нахуя, ну, выпить немножко надо сейчас из кубка. Пойти в развивалку, отпраздновать. Позвонить жене, детям, родителям отпраздновать. Ну, все, и уйти в отпуск, наконец-то. Длинный сезон очень. Я сегодня спрашиваю, какой был самый переломный момент серии? Наверное, пятая игра, когда мы здесь, в Магнитогорске, в овертайме победили. Такая игра, в принципе, они вели за 5 минут до конца, и мы сравняли, и в овертайме выиграли. У них и большинство даже было, то есть такая, я думаю, психологически их подкосила, наверное, эта ситуация. Я думаю, просто почувствовали, что нужно играть немножко попроще, попроще, увереннее, так друг друга все поняли, что требуется. И, наверное, притирались к Магнитке, надо им отдать должное. Они две игры в Москве очень здорово играли, так, в принципе, у нас шансов там не было в тех играх. Немножко изменили подход и переломили серию. Медаль тяжелая? Ну, такая нормальная, вот кубок тяжелый. А медаль? Медаль, как медаль. Тяжелый, ты что, поднимал? Да, он еще тяжелее стал, так очень, вообще, я не знаю. Наверное, омская шайба, наверное, какая-то супертяжелая была. Тяжелый человек, спасибо, в победу, спасибо. Сан Сан, безусловно, он лучший, она же просто молодой форвард, который может отсидать форвард всем. Так что мы взрослым, надо им, наверное, красавец, безусловно. Братан, а я обестрел. Ну что, так устал? Я устал. О чем сейчас думаешь? Я? Саня! Ну, тебе скажи. Этот кубок был тяжелее в выигры, чем в 2019? Разные победы, тяжело сравнивать. Ну, а в чем отличие? Минимальные какие-то есть? 4-0 есть. Ну да. 4-3. Только в этом. Я думаю, да, всегда сложно играть, что там было, что здесь. Антон Слепышев. Понимаю, что выиграли, но не до конца. Я это пока понимаю. Наверное, через несколько дней придет осознание. А вот если с чем-то сравнить, я не знаю, блин, наверное, как будто что-то ждешь на день рождения, только в детстве, причем в детстве, только намного больше. Там ты не знаешь, что это. Это очень круто. А снилось кубок, финал? Нет, ничего не снилось. Я, начиная шестой игры с Питером, я дневной сом полностью потерял и все. Только ночью нормально спал. Ну, нет, ничего такого не снилось. Но ночью нормально спал. Да, ночью лично спал. И сегодня отлично спал ночью. А самый сложный момент в этой серии? Не, ну, понятно, что я сказать, что когда мы 1-3 проигрывали, пятая игра здесь. Но я думаю, что это, безусловно, очень сложный момент был. Пока мы 2 проиграли еще, даже дело не в счете, просто вот этот момент был сложный в плане понять, что не так, чтобы зацепиться. Вот этого было очень сложно тоже. Сергей Викторович. Чем отличается от 2019 года эта победа? То, что это 2022 год. Неплохо. Где тяжелее было, где было больше эмоций? Легко не бывает нигде. Там все-таки было поближе к дому, так что там было, наверное, побольше такой домашней атмосферы. Ну, ничего, мы сейчас, уже скоро будем дома. Переломный момент серии, это пятая игра? Скорейше пятая игра, да. Овертайм и меньшее сколько. Да, да, да. Потом у тебя как-то изменилось? Ну, появилась больше уверенности? Как-то ты стал спокойнее? Нет, абсолютно я был уверен, мы играли вместе. Ну, то есть, какая-то общекомандная психология изменилась. Это общекомандная психология выиграть кубок. Пацаны, все красавцы заработали, заслужили, молодчики. Теперь можно и выпить. Да! Да! Лигер, лигер! Да! Накинем! Да! Ай, бля! Ну что, я решил еще с вами попрощаться, вот так вот, спасибо Магнитогорск просто за такой шикарный прием, спасибо КХЛ, спасибо Металургу, спасибо ЦСКА за просто яркую серию, и это было круто, смотрите какой я нарядный вот такой улетаю, СССР номер 17, Харламов, это вот такой вот свитер от очень интересного бренда Олова называется, вот так вот, а ссылочку я оставлю в описании, вот, спасибо ребятам за такой клевый подгон, вообще топчик, классно, вы посмотрите, ветер, сейчас мы уезжаем, но улетаем, и здесь прям как-то становится прохладно, вот, до этого было тепло, вот так вот, видимо, расстаемся, да, на такой ноте, но ничего, вернемся в Магнитогорск, пока, подписывайтесь, Иван Трегубов, канал Все Хоккей, обязательно, обязательно смотрите этот замечательный выпуск, ставьте лайки, и, конечно, будьте в курсе всех событий, пока! Субтитры сделал DimaTorzok